На дверях Надеждинской ЦРБ множество грозных объявлений. Вход только в масках и перчатках, посещение больных запрещено. Ковид. Однако посетителей в отделении терапии на втором этаже хватает. Именно здесь практически месяц находится инвалид первой группы, 80-летняя Светлана Александровна Кулакова. О том, что ее мать лежит в больнице, Татьяна Кулакова узнала совершенно случайно. Но попасть в палату и проведать больную за это время у нее получилось лишь один раз. По счастливой случайности. Медсестра пошла, спросила и позвала санитарку, чтобы меня проводили в палиативную палату четвертую. Я увидела маму в таком состоянии, да лежит такая маленькая вся. Она узнала мне, Танечка, а как ты меня нашла? А почему, говорит, я здесь? Я хочу домой. Тут голод сплошной, говорит, голод. Светлана Александровна давно не ходит, плохо слышит и ничего не видит. Из-за полиартрита единственная ее разминка – привстать на кровати. Но этой возможности, по словам дочери, в палате нет. Татьяна уверена, что в больнице пожилой женщине станет только хуже. Но говорить о состоянии здоровья бабушки, ее лечащий врач отказывается как с родственниками, так и с журналистами. Вот там мне главный врач. Скажите, что национально не причем. Все, до сюда. Подождите. Все свои действия администрация больницы объясняет коронавирусными ограничениями и отсутствием согласия пациентки на разглашение информации. Все, что происходит в больнице – врачебная тайна. А значит, говорить об этом с родственниками запрещено. Родственников сейчас не пускают в принципе, потому что у нас в связи с эпидемиологической обстановкой введены ограничения, посещения запрещены. По поводу пациентки могу лишь сказать, что сейчас с ней занимается социальная служба Надежинского района. Пожилая женщина живет в Раздольном. Ее дочь и внук в Владивостоке. Уже много лет бабушку ежедневно посещают социальные работники. Именно они и посчитали, нужно вызвать скорую и сотрудников полиции. Причем сообщать об этом родственникам они по закону не обязаны. Уже находясь в больнице, бабушка написала заявление о том, что хочет переехать в дом-интернат. Мы вызвали и полицию, и медиков. Они на это дело посмотрели все и выдали направление на судную экспертизу. Основания госпитализации, на наш взгляд, были связаны с нарушением закона. У нас были подозрения. Подозрения были? Да, просто так явно мы увидели. Что жестокое обращение, да, какое-то? Да. Сотрудники Центра социального обслуживания написали заявление в полицию о жестоком отношении Татьяны Кулаковой к ее пожилой матери. Подозрения в причиненном бабушке вреде послужили причиной для направления ее в больницу. Татьяна с обвинением не согласна ее права и помогает отстаивать адвокат. Однако, если вина будет доказана, дарственная на квартиру, оформленная когда-то бабушка для внука, утратит свою силу. Редакция будет следить за развитием событий. Марина Зубко, Игорь Егоров, Новости на Восьмом.